На этом месте до Отечественной войны народа Абхазии существовали водочистные сооружения. Но так как село Ишера было практически очагом боевых действий, они сильно пострадали. Вот уже более 20 лет вся сухумская канализация стекает в Черное море, что, естественно, негативно сказывается на экологии. В рамках комплексного плана социально-экономического развития Республики Абхазия с 2012 года на месте старого объекта, который был совершенно иной конфигурацией и формы, практически с нуля стали возводить новый водоочистной комплекс. Объект сможет очищать 30 тысяч кубов воды в сутки, чего достаточно для населения сухума на ближайшие 10 лет. Объект уже строится в течение 4 лет. Были определенные задержки с финансированием, поэтому так задержки были. Но вот на сегодняшний день оно уже, в принципе, к завершению идет. Объект стоит 606 миллионов рублей. Чтобы знали, что 606 миллионов рублей – это чисто договорная цена, которая была заключена между заказчиками в лице администрации города Сухум и подрядчиком. В роли же подрядчика выступает турецкая фирма Джанту. Первоначально сметная документация предусматривала стоимость объекта в 800 миллионов рублей. Таким образом, по ходу строительства подрядчик снизил цену почти на 200 миллионов. Долгов перед застройщиком у города практически не осталось. Они пошли на тендерное снижение и договорились, что этот объект они введут за 606 миллионов рублей. Практически других денег мы, естественно, сюда не даем, но они должны в эту сумму запустить этот объект в полном объеме. Такое сооружение предусматривает насосную станцию, где происходит предварительная очистка воды от грубых частиц. После насосной станции вода будет поступать в резервуары очистных сооружений на верхнюю площадку, где пройдет через другие степени очистки. Предусмотрена здесь биологическая очистка. Она связана с тем, что сюда запускаются бактерии. Бактерии подаются в воздух. Там есть здание дутевых вентиляторов, где установлены 4 вентилятора. Они подают воздух в этот бассейн биологической очистки, где происходит аэрация, значит, поступление воздуха, кислорода. Очищает полностью воду и выделяется, значит, углекислый газ. И где-то в порядке 36 часов происходит биологическая очистка. После чего вода проходит еще несколько этапов очистки, затем она хлорируется и осветляется, и только затем по трубам поступает в море. Грязь и отходы уплотняют и в сухом виде складируют в определенном месте для утилизации. Все используемое здесь оборудование европейского производства и полностью соответствует международным стандартам качества. Так как в Абхазии существует проблема с перебоями электричества, здесь предусмотрен собственный дизельный генератор, который в случае аварии сможет обеспечить весь объект электричеством, чтобы его работа не останавливалась. Вокруг водоочистных сооружений также достаточно свободной земли для расширения объектов в случае необходимости. После ввода очистных сооружений в эксплуатацию здесь появится 50 рабочих мест. Амелия Сатурян, Састрыко Агуха, Абаза ТВ